В этом уроке мы настроим стиль скважин на профиле, познакомимся с основными командами создания и редактирования георазреза. Скважины бур 1651 по бур 1654 у нас снесенные. Обычно колонки снесенных скважин на профиле обозначаются пунктирной линией. В разделе параметры стиле геологии на профиле изменим стиль геология на профиле. В диалоге мы о гнестили геологии на профиле находим в нижней части компоненту снесенная скважина. В столбце тип линий выбираем DASHED. Нажимаем кнопку ОК. Колонки всех скважин на профиле, в параметрах которых установлен флажок снесенная, изображаются выбранным типом линий. Построим разрез. Находим в структуре трассы раздел участки георазреза. В контекстном меню выбираем пункт Добавить. Указываем начало профиля и бур 1425. Получаем прямолинейные границы между инженерно-геологическими элементами и выклиниванием слоев до скважин. Выклинивание создается с учетом последовательности определенных классификаторей геоиндекса. В контекстном меню нашего участка находим пункт Редактировать участок георазреза. Появляется в панели инструментов, на которой находится пиктограмма всех функций редактирования участка георазреза. Нажимаем пиктограмму «Среховка слоев». Нажимаем пиктограмму «Корректировка границ слоев по рельефу», чтобы выровнять слои по линии рельефа коэффициентом 1. Нажимаем кнопку «Ок». Так очень быстро мы получаем геологический разрез. Теперь доступны другие функции редактирования. Нажимаем пиктограмму «Изменить протяженность выклинивания», чтобы выклинить слои в нужных точках. Рассмотрим следующий участок. Указываем курсором слой. Затем, перемещая курсор, выбираем положение выклинивания. Выбор положения выклинивания подтверждается щелчком левой кнопки мыши. Производим выклинивание других слоев. Все делается очень просто и несколькими нажатиями мышки. Таким образом мы можем настроить наш георазрез так, как нам нужно. Нажимаем пиктограмму «Корректировать границы слоя по рельефу», чтобы выполнить выравнивание по рельефу подошвы почвенно-растительного слоя. И с помощью привязки указываем граничные узлы подошвы. Подошва почвенно-растительного слоя выровнена по линии рельефа. Далее выполним спрямление границ. Нажимаем пиктограмму «Спрямить границы слоя». Указываем начальные и конечные узлы редактирования подошв слоев. Тем самым получаем спрямленные границы. Проектировать георазрез теперь очень удобно и быстро. Нажимаем пиктограмму «Нанести обозначение NG». Доводим мышку на слой разреза. Указываем точку вставки обозначения. Можно определить длину выносной линии. Или правая кнопка мыши «Просто создать обозначение». Аналогичным образом размещаем обозначение разновидностей песков и геологических индексов. Первый участок готов. Построим следующий участок разреза от бур 1425 до конца профиля. Буквально несколько щелчков и выклинивание есть. Переключим панель редактирования для нового участка. В контекстном меню BOR 1425 находим пункт «Редактировать участок георазреза». Нажимаем пиктограммку «Штриховка слоев». В некоторых случаях программа, следуя определенному алгоритму, неправильно раскладывает выклиниваемые слои. С помощью функции «Изменить уровень выклинивания», которая доступна до выполнения корректировки по рельефу, исправим это. На панели инструментов редактирования разреза вызываем функцию «Изменить уровень выклинивания». Щелкаем мышкой внутри слоя и перекладываем его на нужную глубину. С помощью этой функции можно при необходимости объединить слои или наоборот разбить. Итак, в этом уроке мы настроили стиль скважин на профиле, построили наш георазрез, познакомились с командами редактирования.